Всем привет, с вами Фогрест и сегодня я вам расскажу об огреве Watch Dogs. И начнем, пожалуй, с требований. Соответственно, они не маленькие. Чтобы комфортно играть на минимуме, как пишут разработчики, необходим 4-ядерный процессор Core Quad Q8400. Кстати, у меня в старом компьютере стоял Q9400 и действительно слабый 4-ядерник. И в комплекте 6 гигабайт оперативной памяти. Ну, а для того, чтобы играть на максимуме, вам нужен либо i7 3770, либо 4770 и плюс ко всему этому 8 гигабайт оперативной памяти. Видеокарта, чтобы тоже на максимуме играть, нужна где-то 780, ну, либо другая с 3-мя гигабайтами оперативной памяти, так как есть настройки, которые жрут по 2 гига видеопамяти. Но что можно тут еще сказать? То, что и 8 гигабайт может не хватить. У меня было как-то сожрано один раз что-то свыше 9 гигабайт, когда играл в Watch Dogs. Ну и фризы при этом тоже наблюдаются в этой игре. Так что, в принципе, не удивительно. Даже на мощных пика будут приседания, но, я думаю, не так сильно, как на стареньких. Ну, давайте уже перейдем к самой игре. И когда я запустил, все казалось, не знаю, как однотипно, что ли. В Saints Row я не знал, чем заняться. Как-то было мрак какой-то, вот. Мне казалось, что тут так же. Вроде и нечем заняться, все однотипно, но почитал там у людей пару этих... пару информаций и все, я там доволен. Но нет. Тут вот смешные смс бывают всякие. Смешные разговоры людей. Там вообще куча этих разговоров, и это редко вам попадется все второй раз. Вот это. Потом можно на табличках дорожных, когда едете по дороге, взламывать их и получать какие-нибудь надписи. Рода вору убивает вы их, им плохое. Сходите с конца тропы, я все видел. Forever alone. И лошадка, лошадка, потом кто-кто пирс в пальто, ну и так далее. У жителей можно воровать деньги со счетов. Можно читать их профессии, чем они занимаются, хобби их, увлечения, ну и так далее. В игре присутствует медиаплеер, можно сказать, где можно создавать свои плейлисты, чтобы потом их прослушивать в машине, либо же просто как наушник, не знаю, со смартфона. И причем ту музыку, которая у вас играет, можно зайти в смартфон, открыть приложение, и в этом приложении уже вам выявят, что за музыка же у вас сейчас играет. Также в смартфоне еще можно заказывать машины, там самые дешевые, там, не знаю, там, которые обычные граждане ездят. Также там спортивные, мотобайки, всякие различные, мусслкары и так далее. Данные машины можно открывать, либо находя данные машины в городе, либо же взламывая эти граждан, и вам пишется, что данная машина теперь станет вам доступна. В игре присутствуют места, в которых можно чкиниться. Их всего 100 штук, по-моему. Вот вы подходите, нажимаете на средний колесик, и все, расчкинились, и там об этом месте пишется информация про действительный город Чикаго, то есть не вымышленная, а то, что либо сейчас находится, либо было в прошлом, ну, в таком духе. Также в главной, в данной игре присутствуют побочные квесты, такие как уничтожение от цели, от лов преступников, и за них вы будете либо получать опыт, либо очки развития, либо репутации. Репутация, по сути, вам ничего не дает, но это личное, я уже считаю, что... Ну, то есть, либо вы там всех убиваете, анархист, там, либо вы, наоборот, преступников лавриваете, там, защитник общества и так далее. За очки опыта вы поднимаете уровень игровой, а при повышении вы получаете те же самые очки развития, ну, как дерево способностей, вот так. И в этом дереве способностей четыре вида, четыре подразделения. Это взлом, вождение, бой и устройство. Во взломе вы открываете новые виды взломов, ну, например, мосты, там можно взламывать таблички, те же заграждения и так далее. Ну, например, понижать... Ну, не понижать, а повышать запас, ну, батарейки, которая тратится на, вот, на все эти взломы. В вождении вы получаете такие способности, как, например, меньше шанс проколоть шины, большая живучесть у машин, там, проходимость выше. Ну, вот, все в таком духе. В пункте бой вы увеличиваете скорость смены оружия, замедление, там, оглушение противника и другие полезные фичи, которые пригодятся вам, например, при войне против, там, армии полицейских, например. За, за, как прокачку следующего отдела этого устройства вы получаете возможность крафтить себе мины различные, например, там, блэкаут, там, и так далее. Вот все эти фичи, которые, в принципе, можно будет потом купить, но, это уже потом, но изначально, что вам, например, хотите там бомбу скрафтить, вот, вкачивайте это на бомбу и все, крафтите, сколько вам влезет. По поводу NPC, что сказать, ну, например, горожане, они могут просто от нового вида оружия побежать, кричать, нет, нет, не убивай, ну, и так далее. Но враги, конечно, против них воевать это жопа полны, вы просто так не вылезете, ибо вас сразу убьют, да, Никола в Дьюти, например. Но, по-тихому можно, конечно, тоже проходить, там, никто вам этого не запрещает, но меня, честно, под конец игру же стошнило от стелсов, потому что бывают миссии, где только так можно пройти. Это уж надоедает очень. Чтобы получать доступ к новым районам города, их тут всего, по-моему, 5 или 6 штук, то вы захватываете центр управления СИТИОС, той системы, которая держит весь город, там, все эти заграждения, мосты, полицейские, камеры, наблюдения, ну, и так далее. Чтобы расширить возможность, например, найти какую-то кафе новую, магазинчик и так далее, вы захватываете вышки, вышки СИТИОС, уязвимые. До них добираться, как паркуром надо, там, взламывать всякие щитки, но в центре СИТИОС вы уже взламываете, как тыкаете, там, на одну клавишу и передвигаете, как, чтобы у вас полетнее все сошлось, и сигнал, как прошел от начала до конца, вот так вот. Чтобы попасть в центр СИТИОС, вам нужно еще убить, помимо этого, кучу народу, но они могут еще подкрепление вызвать, что тоже затруднит вам путь. В смартфоне, помимо этого, помимо машин и анализатора музыки присутствуют, как, не знаю, дел отдельный, под названием цифра кайф. То есть, что это? Как бы наркотик через наушник, можно это так выразиться. То есть, пир составляет ухо наушник, падает там, офигевает, и вы выбираете четыре игры. Это Alone, Psychedelic, Spider Tank и Madness. В Alone вы в том же Чикаго, но вы остаетесь один, и вам просто присылают, не знаю, каждые 10 секунд нового робота, который, если вас спалят, все, вам не выжить, вас убьют сразу. И чтобы избавиться вам от них, вам нужно открыть все районы, они открываются благодаря тому, что взломать генератор надо. И тогда, как этот райончик освещается, все роботы умирают. Также в Alone есть отдельное дерево паркачки, например, Эми гранаты, чтобы убивать роботы, там, Эми вспышка тоже самое делает, в принципе, точнее, оглушает роботов. Например, дальность взлома генераторов, скорость взлома генераторов, вот такие вот фичи открываются в Alone. В Психоделики вы летаете по цветкам, да, то есть попадаете на один цветок, вас отбрасывают, вы летите на другой. Можете то ускоряться, то замедляться, лишь попасть на цветок, пройти. В принципе, это выглядит как полная наркомания. В Спайдер Танке вам дают возможность поиграть за Паука с ракетами и миниганом, то есть вы убиваете всех, и там, то есть не просто так убиваете, а вам дают, как, квесты, там, убить 20 копов, убить 20 машин, там, 30 вертолетов, пос, вертолет убить, ну, и в таком духе все. Если вы не выполняете квест за время, по-моему, проваливается миссия, но если выполняете, вам восполняет весь ваш запас здоровья, и вы дальше проходите игру в Мэдинесе, вы едете на бронированной машине, сшибаете людей, не знаю, как в аду, можно сказать, и за них получаете, как энергию душ, которую можно тратить на, например, способность, которая также сама открывается за очки опыта, уже отдельно, независимо от игры. Это, например, ну, расталкивание всех людей впереди себя, вспышка усиленная, которая, ну, сметает, там, кучу людей за раз. В Мэдинесе также вам даются квесты, например, убить, там, 50 человек за раз. То есть едете и без перерыва 50 человек должны снести, не сносите, проигрываете, все. И, ну, или, например, оторваться от копов. Там, да, копы бывают, похоже на копов, вот от них отрываетесь. В Мэдинесе, когда отрываетесь от копов, также дают очки опыта, ну, и прокачивайтесь уже, как говорили ранее. Потом еще есть 6 целых видов игр, которые я насчитал. Вроде их 6, но это уже, как бы, в реальной жизни, в самом городе Чикаго. И, например, эта борьба против пришельцев, да, и не смеюсь, это на телефоне, когда вы включаете и начинаете рубить виртуальную реальность всех. Потом Коин Ран, где вам нужно бежать, собирать монетки и, как бы, умудряться не собирать еще время при этом, и пройти, там, на золото, серебро или бронзу. Потом есть еще покер. Ну, все, думаю, знают, что такое наперцки, тоже, наверное, все знают. Например, шахматы. Кстати, в шахматах, например, вам не просто так нужно выиграть, а, например, поставить мат за 3 шага, или, там, мат, там, за 2 шага и так далее. Потом, кто кого перепьет, есть еще. Например, игра, там, вы, как бы, выпиваетесь в топку, и вам нужно удержать, например, мышку на, ну, в центре круга, и потом нажать, например, на ту клавишу, которая вам покажется. Либо то же самое сделать с клавиатурой, то есть клавиатуру управлять и нажать, опять же, на клавишу. За все эти игры вы получаете либо опыт, либо деньги. В игре также есть магазины, в которых вы можете покупать материалы для крафта гранат, например, электрокомпоненты всякие, но некоторые это просто, как, там, перекусить, анимацию показывают, что, как бы, он попил, там, Эдин Пирс, и так далее. В игре также есть баги. Ну, конечно, куда без них. Хоть я видел их не так много, но все-таки они присутствовали в игре. Вот парочка примеров. И мне, где-то. И вот, где-то, где-то. И, а, да, да. И, а, да, да. Я не знаю, что-то. Вер 그러면. Я не знаю. Да, мы-то. Мы-то. Поехали, а у меня, не видео-виде-этаж, Вес, нет, нет, не наше что-то я вижу. Круто. Чии-то! Слава на! Скачивайте, кто может, поиграйте, офигительная игра просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok